Украшением этого праздника в Сочи стал фестиваль церковных хоров города, который прошел в пятницу. В нем приняло участие 16 хоровых коллективов из всех сочинских приходов, всего около полутора сот человек. На конкурсе каждый коллектив исполнил по четыре произведения, два духовных и два светских. Итоги фестиваля подвели 1 августа, но прежде под колокольный звон и церковные песнопения верующие осветили город. Моли Бога, что нас святим, молите Бога. Крестным ходом от храма святого равноапостольного князя Владимира до площади флага прошли сочинские священнослужители, а также певчие и прихожане. Такое православное шествие на курорте проводилось впервые за последние 10 лет. Период заменения православных ценностей миновал. Еще с большим уважением мы стали относиться к собственной истории, к собственной культуре. В этот светлый праздник мне хочется пожелать сочинцам и всем гостям нашего города помнить и гордиться истинной историей нашего государства. Несмотря на сильную жару, молебен на площади флага собрал несколько сот человек. Священнослужители и горожане молились о процветании Сочи и благополучии всех его жителей. Очень важны эти праздники, чтобы росла грамотная молодежь, чтобы жили они в вере, не теряли свое назначение на земле. Все, кто участвовал в крестном ходе, это получили такую благодать, я думаю, она останется у них до конца их дней, потому что это просто великое событие для всех православных христиан, для всех верующих. Главное – это счастье, это радость, это благодать. Вот иду в такой благодать. Храни вас Господь и ваши близки. После окончания молебна на площади флага были названы победители фестиваля церковных хоров. Первое место жюри присудило хору храма святого равноапостольного великого князя Владимира. Мы не ожидали такого отклика в сердцах горожан, верующих людей, гостей нашего города. Но действительно это очень важно. Очень важно для нашего единения, для того, чтобы укрепить дух единства в наших народах, в нашей многонациональной России. Организаторы надеются, что первый фестиваль церковных хоров города положит начало доброй традиции. И уже через год мы снова услышим церковные песнопения на площади флага. Далина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.